В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Балучевская, и вот главная тема выпуска. Отказ двигателя у самолета из Омска. ЧП в Домодедово. Первые подробности. Шаг в бездну. На улице Панфилова ребенок провалился в канализационный люк. Что с мальчиком и какие меры уже предприняты, чтобы несчастные случаи не повторились. Самый добрый десант. Я считаю себя героем, просто мне приятно помогать делать общественное полезное дело. Команда президента вновь взялась за лопаты. Наркотики оптом. Поступают мне денежные средства, я офигурую следующую партию. Полиция задержала мечку, которая торгует зельем и сама же его употребляет. И 900 дней ада. Большие были потери от голода, помирали. Вся страна вспоминает блокадников о том, как пережили гнет фашистов и какие акции проводят в честь подвига ленинградцев. Наш материал к 80-летию освобождения непокоренного города. У лайнера, который вылетел из Омска прямо во время полета, отказал двигатель. Цедент произошел сегодня утром. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов. По их информации, борт уже начал заходить на посадку в московском Домодедово. Поломка произошла, когда самолет находился на высоте 1200 метров. Пилоты доложили об отказе правого двигателя. В аэропорту объявили тревогу, но, к счастью, через несколько минут самолет благополучно приземлился. Мы попытались связаться с авиакомпанией, которой принадлежит лайнер, но пока получить официальных комментариев и подтверждений инцидента не удалось. Канализационный люк, в который провалился ребенок, теперь закрыт. Об этом сообщили в городской администрации. Инцидент произошел на улице Панфилова. В колодец, скрытый под снегом, мальчик упал во время прогулки. К счастью, трагедии удалось избежать. Родители вовремя среагировали и подхватили сына. Он успел провалиться лишь по пояс. На кадрах видно, открытый люк был спрятан под тонкими ветками и окружен сугробами. Специалисты уже выехали на место и закрыли колодец. И к другим темам. Центр избирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. Он участвует в выборах главы государства в порядке самовыдвижения. Поэтому Владимиру Путину было необходимо заручиться поддержкой россиян. Главное условие – собрать от 300 до 315 тысяч подписей избирателей. Компания стартовала 23 декабря и 22 января они были направлены в ЦИК для обработки. Теперь все документы проверены. Путин стал четвертым официальным кандидатом на выборах главы государства. Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий. Леонида Слуцкого от ЛДПР, Владислава Дованкова от «Новых людей» и Николая Харитонова от КПРФ. И сегодня в Центральной избирательной комиссии страны представили слоган предстоящих выборов президента. Им стала фраза «Вместе мы сила, голосуем за Россию». Первый пуск омской ракеты-носителя «Ангара» состоится в начале апреля. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов. Старт организуют на космодроме «Восточный». И это, по словам Борисова, перевернет новую страницу в развитии современного российского космодрома. Напомню, с омского завода «Полет» тяжелую ракету-носитель «Ангара» опять отправили на Дальний Восток в декабре прошлого года. Сейчас специалисты проверяют работоспособность технологических систем комплекса. Добавлю, что в ракетах семейства «Ангара» не используется токсичное топливо, поэтому они считаются экологически безопасными. В Центр Омска вернется популярный маршрут. Мэрия анонсировала запуск 212-го. Напомню, его сократили из-за маленьких автобусов, которые выходили в линию. Теперь же перевозчик намерен закупить транспорт большего класса вместимости. Вместо «Газелей» на 212-м маршруте будут курсировать пазы. Сейчас в городской администрации ждут подтверждения, что у перевозчика достаточно автобусов. Ранее в Центр уже вернулись 3 маршрута номер 31, 346 и 51. Последний, к слову, стал регулируемым, то есть стоимость в нем фиксированная. Проезд за наличное обойдется в 30 рублей, по карте 25 рублей. В Омске семьям участников СВО чистят дворы от снега. В мероприятиях проекта «Россия моя страна» принимают активное участие школьные и студенческие отряды. В этот раз бойцы помогли выбраться из снежного плена жителям частных домов в Центральном округе. В ближайшие дни синоптики обещают снегопад, поэтому работы у волонтеров только прибавится. В какие районы на этой неделе отправятся студенты – все подробности в нашем материале. Дружеские встречи у ребят-волонтеров проходят с лопатами в руках. В свободное время добровольцы помогают выбраться из снежного плена одиноким пенсионерам и семьям участников СВО. В этом дворе местами засыпаны даже проходы в другое крыло дома. Но команда президента на усталость не жалуется. Я считаю себя героем. Просто мне приятно помогать делать общественное полезное дело. Чувствовать себя частью чего-то общего, нужного. Сам живу в деревне, 240, большой риск район. Там снега еще больше, чем в городе, так что привык работать с лопатой. Юлия Тачильцева, хозяйка дома, рассыпается в благодарностях. Ее сына прошлой осенью мобилизовали. Говорит, раньше он всегда помогал в быту, теперь же у него особая миссия – защищать родину. Муж практически круглые сутки на работе. Помощь неравнодушных ребят для женщины очень важна. Они вот сейчас там расчистили, получается, всю ограду, все проходы. Я думаю, теперь весну мы весело. И еще сейчас перед оградой почистят, и будет вообще хорошо. То есть нас теперь не затопит, надеюсь. Первый раз такая помощь, такая огромная. Огромное спасибо всем. А это участок Мурата Шегенова. Его сын тоже отстаивает интересы России в зоне специальной военной операции. Еще пару дней назад, говорит мужчина, к калитке было с трудом не то, что подъехать, даже подойти. Но сегодня вся территория в пять соток идеально ровная. Малышам есть и где мяч погонять. Вон туда убрали весь снег. Много снега в этом. Хорошо, молодцы. Просто я уже пенсионер, уже не тот возраст. Все болит, я поэтому обратился. Мне полезно, помогли, хорошо. Сейчас вот весне такого поводка не будет. Приводить в порядок дворы как в городе, так и в районах десант будет вплоть до дня российских студенческих отрядов 17 февраля. Добровольцы говорят, синоптики хоть и обещают похолодание, но они готовы браться за лопаты в любую погоду. Много людей, у кого, правда, семья уехала на СВО, некому помогать. Мы приезжали, например, в Любино. Там была бабушка, у которой прям вот совсем все плохо. У нее сын единственный уехал. Чистый снег вообще некому был. У нее весь дом просто засыпало. Мы приехали, помогли. Она очень рада тоже была. Команда президента не только занимается уборкой, также организует мастер-классы и концерты. Для жителей Центрального округа выступления творческих коллективов во Дворце культуры Сибиряк. А еще церемония награждения. За добросовестный труд и активную гражданскую позицию. Я считаю, что другие, может быть, делают и больше. Я как-то неожиданно была. Такие мероприятия уже стали традиционной яркой точкой выездов команды президента в рамках проекта «Россия – моя страна». На этой неделе волонтеры отправятся в Большереченский, Знаменский, Нижнеомский и Крутинский районы. Анна Кокорна, Екатерина Балучевская и Юрий Репин. 12 канал. От пробок и заторов городские магистрали избавят умные светофоры. Приборы, оснащенные искусственным интеллектом, разместят на 24 перекрестках. Специальные датчики будут считывать дорожный трафик и таким образом оптимально корректировать работу светофоров. В первую очередь разгрузят центр города. Умная техника появится на пересечении улиц Булатова с Герцена, Орджоникидзе и Тарской, а также на улицах Фрунзе, Герцена и 10 лет Октября, на проспектах Карла Маркса и Мира и на Левом берегу. Весь перечень представлен на ваших экранах. Установку умных светофоров организуют в этом году, но полностью система заработает в 2025-м. У Амички обнаружили почти три сотни доз наркотиков, которые она собиралась продать. Дилера задержали на трассе в районе села Пушкино. Автомобиль, в котором ехала подозреваемая, остановили сотрудники ГИБДД. При обыске в кармане у женщины обнаружили почти 100 граммов метилофедрона. Амичка рассказала полицейским, что синтетику закупала оптовыми партиями в интернете, фасовала и распространяла. Продаю своим знакомым. То есть для последующего забыты, я так понимаю, да? Продаю, да, небольшими партиями. Потом они переводят мне денежные средства на банковскую карту. Поступают мне денежные средства. Я передаю им следующую партию. Как стало известно, задержанная сама употребляет наркотики, но теперь с пагубной привычкой придется завязать. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Ученикам омских школ, закрытых на ремонт, предоставят бесплатный проезд. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр Сергей Шелест. Школьникам предоставят по две бесплатные поездки в день. Прием заявлений на льготу организуют в школах. К документу необходимо будет приложить копию паспорта одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка. Поездки зачислят на транспортную карту школьника ОМКО, ее виртуальную копию или же на единую карту учащегося. Напомню, в этом году капитально отремонтируют 16 городских школ. Работы начнутся в ближайшее время. Подрядчики уже определены. Амичам предлагают выбрать эскиз новой региональной награды за участие в специальной военной операции. Уже подготовлено несколько дизайн-проектов и варианты их названий. Знак отличия будут вручать военнослужащим, волонтерам и всем тем, кто помогает фронту и защищает мирное население Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. На фото представлены три варианта. На лицевой части одной из них изображен танк, на двух других буква «З» в разной интерпретации. Отдать свой голос можно на официальной странице телеграм-канала главы региона Виталия Хаценко. В Омске прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В эти выходные состоялась всероссийская акция «Блокадный хлеб» и традиционный митинг у памятника детям осажденного города. Вспомнить о трагических днях пришли ветераны, представители общественных организаций, студенты, школьники и юнормейцы. Также волонтеры Победы провели тематический урок о событиях города на Неве в годы Великой Отечественной. Все подробности в материале Анна Лукинец. В памяти я хочу улучшить хлебу, открыть без очков. Он практически невесом, всего 125 граммов. Столько в голодные годы блокады в день выдавали детям и старикам. И эти небольшие кусочки хлеба спасали жизни сотен тысяч человек. Владимир Варламов с ужасом вспоминает рассказы отца. В годы Великой Отечественной он служил на фронте и освобождал Ленинград. В то время он по счастливой случаянице попал. Там было более-менее затеще. Немцы обстрелили, вытаскивали свои длинноствольные орудия. Большие были потери от голода, помирали. Вот блокады Ленинграда. В составе блокадного хлеба было лишь 10% муки. Остальное – солод, отрубежмых и даже целлюлоза. Но во времена страшного голода и он был роскошью. Акция «Блокадный хлеб» проходит по всей стране, чтобы напомнить жителям об одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Ведь это память, это наше прошлое. Мы об этом должны помнить, этим должны гордиться. Некоторым людям хлеба этого не хватало. Люди действительно очень сложно переживали эти времена. Хлеб делался из того, что было. И суп варили из клея. Блокада длилась 872 дня и унесла жизни полутора миллионов человек, большая часть из которых умерли именно от голода. Это очень страшно, особенно когда уже свои дети. Ты понимаешь, как вообще люди могли выжить в таких условиях. Безумно страшно. И очень не хочется, чтобы, да не дай бог, вообще это когда-то повторилось. Из блокадного Ленинграда в Омскую область были эвакуированы 17 тысяч детей. В День памяти жители нашего региона приносят к памятнику на Ленинградской площади цветы и мягкие игрушки. Галина Федоровна рассказывает, большинство воспоминаний связаны с холодом в квартире и в душе. Было мне сколько, 9 месяцев, наверное, или 10 мы сюда приехали. Так в вагоне, когда ехали мы, брат у меня 5 лет, он мне рассказывал потом, к нам тормозил этот машинист, чтобы бомбы летели, чтобы в наш вагон не попали. Ну, попадали в состав, хоронили по дороге, но вот в наш вагон не попал, и в этом я жива. О тех событиях войны, которые довелось пережить жителям, рассказали и на уроке «Блокадный хлеб» в штабе поддержки Владимира Путина. Мы, как представители более взрослого поколения, знающие историю, рассказываем подрастающим детям о тех событиях, поскольку это очень важно, об этом важно помнить, об этом важно знать. Студенты увидели уникальные материалы, фотографии и видеозаписи, рассказывающие о тяжелых условиях, в которых находился «Блокадный Ленинград» и о героизме его жителей. Анна Лукинец, Екатерина Балучевская, Юрий Репин, 12 канал. Ну а теперь об огневой мощи, которая сегодня защищает интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. На Омском полигоне испытывают новую модификацию танков Т-80. Крутые виражи, запредельные скорости и даже полеты над рвами. Впервые к тест-драйву «Тихого гиганта» присоединился и 12 канал. Пробег 80-ки с высоты птичьего полета и комментарии военных экспертов в специальном репортаже. Не пропустите сегодня в 20 часов сразу после итогового выпуска новостей. Ну а вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску, смотрите в 19.30. Чистая вода в каждый дом? Видите теперь? И напор большой, и все. У нас вот красота стала какая-то. Жителям села в Нижнеомском районе больше не придется тратиться на фильтры. В Старомалиновке провели новый водопровод. Местные говорят, для них это историческое событие. Коммуникации 60-х годов давно вышли из строя. О том, как меняется жизнь на селе, расскажет Анна Лукинец. Убойный шопинг. На один день галерею крупного торгового центра превратили в октагон. Страха от своего соперника я не чувствую. Я готов. Бойцы девятого турнира Александра Шлеменко провели открытую тренировку. Посетители даже забыли про покупки. Кроме эпичных зрелищ, организовали еще и конкурсы. На этой площадке каждый желающий проверяет себя на быстроту реакции. Яркие моменты вечера в итоговом выпуске. Стать медиаспециалистом за 48 часов в Омске впервые прошел региональный проект для активистов молодежных клубов российских немцев. Участие приняли не только обучающиеся школ города, но также жители Тары, Большеречи, Азовского и Любинского районов. В течение двух дней ребята получали передовые знания в области дизайна, фото и видеосъемки. Учились монтировать ролики для соцсетей и писать цепляющие тексты. Мастер-класс провела и корреспондент 12-го канала Анна Лукинец. Она погрузила участников в мир телевизионной кухни. Рассказала о том, как держаться в кадре и справляться с волнением в прямом эфире. Но на практике школьники примерили на себя роль журналиста, брали интервью и вели репортаж с места событий. Сейчас все завязано на такой информационной работе. И это очень важно, чтобы каждый участник клуба имел представление о том, как вести страницу молодежного клуба, как его развивать в социальных сетях. И для меня, как для медийного человека, это тоже очень важно и интересно. У нас появилась у команды русско-немецкого дома такая идея создать медиапроект, чтобы научить их, как правильно нужно писать тексты на русском, на немецком языке, снимать видеоролики, подкасты в социальных сетях и так далее. Ну, я думаю, что за такой короткий период времени, субботу и воскресенье, ребята, багаж знаний такой возьмут с собой и на местах переменят. Для мечей создали электронный календарь событий на 2024 год. Бесплатное приложение презентовали в региональном Минкульте. Это своего рода датированный календарь, в который внесены самые интересные мероприятия года. Выставки, фестивали, марафоны, форумы, ярмарки, спортивные соревнования, музыкальные конкурсы, театральные мастерские и деловые встречи. Всего больше ста событий, в их числе весенний полумарафон «Забег», туристический праздник «Турмикс», большой симфонический парк «Агро-Омск», «День молодежи» и всероссийский слет студентов. По каждому мероприятию указаны сроки регистрации, дата, время и место проведения. Приложение уже доступно на сайте Туристского информационного центра. Омская область вошла в топ-30 регионов страны, которые привлекают туристов. В прошлом году в нашей области были проведены масштабные мероприятия под названием «Регион впечатлений». Это фестивали с лети в Большеречи, Тарская крепость и симфопарк-2023. С мая по август Томский регион посетили больше 216 тысяч человек. Теперь особое внимание будут уделять инфраструктуре. Это в том числе строительство новых гостиниц, благоустройство парков и скверов, создание молодежных пространств, а также проведение всевозможных фестивалей и других событий. И работа в этом направлении продолжается. «Авангард» вышел в плей-офф Кубка Гагарина. Об этом стало известно еще за два часа до матча с Челябинским трактором. Как минимум восьмое последнее кубковое место на Востоке за месяц до старта плей-оффа мячам обеспечил Хабаровский Амур, уступивший Магнитогорскому Металлургу. Воодушевленные мячи бодро начали игру на джидрайв-арене. И уже к середине первого периода вели у Челябинского трактора со счетом 3-0. Забили вернувшийся в строй после травмы Ткачев, легионер Юрчо и капитан Шарибзянов. Но после Ястребы, вероятно, недооценив соперника, расслабились и пропустили четыре шайбы. Сравнять счет удалось только в третьем периоде. Шайбу оформил лучший снайпер команды Рид Буше. Но последнее голевое слово оставил за собой Челябинск. Красивый лакросс от Уральца Шабанова. И поражение «Авангарда» на своей площадке 4-5. Следующую игру Ястребы проведут на выезде. Уже в среду сыграют с Борисом из Астаны. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра 30 января в Омске переменная облачность. Температура воздуха в ночные часы минус 23, минус 25, а днем минус 18. В районах облачно, ночью минус 24, минус 26. Дневная температура 18-19 градусов ниже нуля. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Пока это все новости. Итоги дня, как обычно, подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин